Первая гонка сезона 2018 стала настоящим подарком для поклонников «Спидвея». И это было событие, которого балаковцы ждали много лет. После реконструкции стадиона «Труд» все были уверены – начинается новая эпоха «Спидвея» в нашем городе. И вот, наконец, заветная лицензия на проведение соревнований международного уровня выдана. И Балакова готова к первому полуфиналу чемпионата Европы. День Икс был назначен на 26 апреля. Ну, конечно, я верил. Было очень много сомневающихся, но была поставлена задача. Есть ресурсы определенные. Ну, и с помощью этого ресурса мы победили. Мы получили лицензию на три года, поэтому будем ставить и планку выше, и задачи выше. На первый полуфинал чемпионата Европы по «Спидвею» съехались 18 лучших гонщиков из Германии, Польши, Чехии, Финляндии и других стран. И каждый мог претендовать на победу. И поэтому зрители ждали острой борьбы, красивых стартов и зрелищных финишей. Билеты начали раскупать с первых часов продажи. И в итоге на гонке практически все места были заняты. Ну, конечно, международы – это другой уровень. Посмотреть на… Опять же, нашу команду мы видим только на уровне сборных. Нет, за наших, просто за наших. Друзья и постоянные партнеры команды «Турбина», руководство и сотрудники Балаковского филиала компании «ФосАгро», пришли поддержать российских гонщиков Андрея Кудряшова и Виктора Кулакова, воспитанников Балаковского спидвейного клуба. Я хочу пожелать всем, чтобы сегодняшний день вошел в историю Балаковского спидвея, российского спидвея. Я думаю, что этот праздник, он не на один день, и как бы европейский спорт поселится в городе Балаково на многие-многие годы. Мы долго к этому готовились, и я думаю, что нам все удалось. Буквально за самое короткое время мы создали вместе с компанией «ФосАгро» шикарный этот стадион, который сегодня удовлетворяет всем нормам мирового спидвея. Несмотря на то, что погода в день гонки прямо-таки подкачала, и дождь давал поводы для сомнения в рациональности проведения соревнований, жюри приняло решение, что чемпионату быть. Тем более, что сами гонщики и представители иностранных команд уже на следующий день должны были уезжать. Поэтому и спортсмены стремились провести гонку именно 26 апреля. И погода как будто услышала просьбы, дождь прекратился, и открытие прошло ярко и позитивно. Мы начинаем церемонию открытия сезона 2018 года! Желаю участникам в полной мере проявить свой настоящий мужской характер и, конечно же, высокой скорости. Пусть она приведет вас к заслуженной победе! Дорогие друзья, я очень рад приехать в Паваково! Очень хороший стадион! Спасибо организаторам! Желаю всем хорошей гонки сегодня! Спасибо! Спасибо огромное! Петр Шманский! Ставший тренер спортивной школы Турбина Варей Дмитриевич Горде! Отгиб Российской Федерации! И вот гонщики готовятся к старту. При этом они с осторожностью поглядывают на трек. Всё-таки дождь размочил дорожку, и ехать по ней может быть опасно. Но спидвей – спорт смелых и отчаянных парней, которые не боятся рисковать. Тем более, что они знают, как вести себя в различных погодных условиях. Поступать на мокром треке им не впервой. Но если в первом заезде всё прошло ровно, то дальше начались падения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дождь шел целый день, мы посмотрели по прогнозам, показывали, что будет такой прерыв между четвертым и восьмым, но не повело, потому что снова мы начали, вы знаете, трек был, я бы сказал, не наилучший. Можно было попробовать ездить, но потом пришел дождь, раз, два, снова пойдет, это опасно для гонщиков под контреком. В итоге результаты первых заездов аннулировали, а саму гонку перенесли на 27 апреля, поскольку в этот день, по прогнозам, была более благоприятная погода. И действительно, трек немного обветрило, дождя практически не было. Но не все спортсмены смогли остаться на чемпионат. К примеру, Гжегош Зингота, польский гонщик, уехал на следующее запланированное соревнование – польскую экстралигу. А вот Сденок Холуб из Чехии получил перелом ключицы в первый день соревнований, поэтому выбыл из борьбы. Это дало шансы резервным гонщикам выйти на трек. Этими везунчиками стали капитан турбины Илья Чалов и Владимир Морозов. И балаковские болельщики были рады такому повороту событий. Ведь чем больше российских спортсменов участвуют в чемпионате, тем выше шанс увидеть их на пьедестале. И наши ребята полностью оправдали надежду своих фанатов. В каждом заезде они привозили очки, а в финале просто взорвали стадион. Борьба, борьба в первом бираже, которую в чистую выигрывает Илья Чалов. И сразу три приспедателя позади. Андрей выдержал по внешнему радосту. Это будет действительно сюрприз, это будет действительно неожиданно. Ваша в первом бирже, в первом бирже. Борьба, борьба в первом бирже. Аплодисменты 17-й. Илья Чалов. Россия. Аргенда Винча была номер 10-й. Андрей Курмешов. Россия. Аплодисменты 17-й. Слаженная работа Андрея Кудряшова и Ильи Чалова помогли им занять на пьедестале две верхние ступени. На третьем месте остался поляк Кристиан Пищик. А его коллега по команде Шимон Возняк был обескуражен тем, что не победил. Он не понял, как такое произошло. Был вроде в топе, а в итоге на четвёртом месте. И уж никто точно не думал, что резервный гонщик Илья Чалов, которому повезло попасть в основной список, станет победителем полуфинала чемпионата Европы. Илья, после, скажем так, вашего восхождения на пьедестал, вас пошёл обнимать человек. Он плакал и, скажем так, поддерживал. Кто это был и, скажем, какие слова вам сказали? Это был мой отец. Он, наверное, как и вся моя семья, пришли сегодня за меня болеть. Они безумно счастливы. Потому что всё-таки это суперощущение, когда ты выигрыш у себя и когда за тебя болеет, разум. Папа когда-то имеет отношение к спидвей? Да, он работает здесь в школе механиком. Он меня провёл сюда, спидвей. И уже здесь работали, наверное, здесь. Дом и стены помогают, но в моей ситуации сегодня так не было. Я сегодня выступал после травмы и хотелось, конечно же, просто попасть. Много кто говорил, конечно, давай, победы, победы. Слова помогали, но я очень счастлив. Спасибо организаторам за такую гонку, так как погода подвела немножко. Но всё сложилось, всё получилось. Главное, что есть финал. И дальше могу представлять свою страну в финале. И говорю от себя то, что я и моя команда сделают всё для того, чтобы пройти в финал. И ездить уже 4 квалификации полностью в составе. И бороться за подиум. Как публика наша? Как публика наша? Стадион, который был феномонален. Битым шестким. В целой России, в целой Европе была такая гибель сектура. Довольно ему понравился стадион и болельщики. И он доволен, как во всей России, приветствуется так же, как у них в Польше. То есть он доволен и впечатлен от этого. Только я вам скажу от себя. У них в Польше, например, если на трибунах болельщики свистят, это значит плохо. А у нас наоборот. То есть если болельщики свистят, это хорошо. И стыковка немножко, да? Да, да. Нет? Я движу на трибунах. То есть, да. То есть, значит, это неправильно. А у нас немного по-другому. Ну, как у меня в первый раз он увидит? В первый раз он на Украине. Я уже догоняю его. Я уже желаю. Ну, первый раз он на Украине это увидел. И думал, что его со стадиона этим городом недовольны. Ну, вообще, Балакова вас встретил. Я так думаю, что у вас очень напряженный график. Но вы, ребят, Балакова, знаете, а вам как? Показали вообще город или не успели посмотреть? Започилось мясо, или нет? Не алчайзил. Ведь я только там ракировник. А там электростанцию видел. И как? И как? И мегаображение. Ну, он в шоке. Моя мечта? Я что? Разум с сыном выехать под резинку и стартануть. Да? Да. И потом везти его. Вся дорога, которую мы проводим, ну, с годами, с малых лет, со школы. Это все очень тяжелый труд. Это все кажется, что мы выехали, четыре круга проехали. То есть это очень большое испытание для каждого из нас. И ту школу, которую я прошел, я хотел бы передать своему сыну, наверное, чтобы ему было полегче. Так как у меня из родных никто не ездил, никакого участия не имел к этому спорту. В вашем спорте есть место дружбы, общения? Или это только жесткая конкуренция? Соперник, значит, соперник. Как сказал один чемпион мира, хочешь завести себе друга, купи себе собаку. Это соперники, то есть, в первую очередь? Когда поезжаешь на трек и не друзей, по-за трекам, каждый, конечно, из нас улыбается. Все мы друг друга можем спросить, как дела. Но, как бы, это мое мнение, может, ребята думают о другом. Но каждый из нас, одевая каску, как бы, в заезд, то все, тумблер щелкает, и каждый только хочет выиграть. Ребята согласны, да? Маш, компли в дружину. Маш. Маш. Вот так говорили. Прекрасно. За своему землякам, наверное, обидно, а он так хорошо сегодня ровно шел, и вот под конец... Пшикрути за Шимонову, я так долго ехал, и пусть не напомнился в финале. Вообще же, это наибольшинство могло быть с подкачей. Это самое плохое, что могло быть в его ситуации. Выиграть все заезды и в финале. Я вам хочу сказать, что из четырех четвертых, вот в четырех полуфиналах есть каждый четвертый. По очкам будет два выходить тоже. Из четырех четвертых, а у него 15 максимум, у него хороший шанс, хороший. То есть, в принципе, да, не так уж. У него невозможно победить, там 15 очков больше не бывает. Можно сейчас описать свои ощущения опустошения или все-таки желание бороться и чего-то достичь? Да, в этот момент хочется домой в ванну. Вопрос ко всем троим. Какой у вас опыт ездить в Терензана? Вы там бывали раньше? Знаете этот трек, какие там успехи? Да, был ли в Терензану? Да. Хороший результат у него там был, он ехал на одну из квалификаций чемпионата мира среди юнеров. Так что с треком знаком. В том году третий, на такой же четвертушке чемпионата мира. Я там не был. Не был? Вперед в Италию! Да уж это лишь капсуризон как-то.